Отучился в университете, получил диплом, что дальше? Найти работу по специальности для многих выпускников – большая проблема. Работодатели в основном ищут специалиста уже с опытом работы. Да и зарплата у начинающих специалистов не такая большая. Помочь работающей молодежи должен специальный конструктор мер поддержки. Его создали на базе лендинг-сайта. Большой сайт, он выполнен в формате лендинга. Это когда ты на телефоне открываешь и можешь посмотреть все меры поддержки, которые действуют в Ульяновской области для тебя, как для молодого специалиста. Нам кажется, что это очень важно. Плюс мы хотим сегодня здесь же обсудить площадки распространения информации об этом сайте. На сайте выпускник может ознакомиться со всей актуальной информацией, найти ответы на вопросы, которые его волнуют. Цифровая площадка поможет понять, с чем ты можешь быть полезен для своего города, подобрать место работы по профилю. Для тех, кто хочет сменить работу, будет предоставлена вся информация о кадровых центрах в зависимости от выбранной отрасли. О выплатах и способах их получения сайт также уведомит заглянувшего на портал. Я хочу вас призывать не засиживаться на одном месте, а быть разносторонним во всех властях, которые вам интересны. Молодые специалисты рассказали об опыте развития карьеры и о своих историях успеха. Подобный диалог задел на будущее. Для взрослых это возможность понять, где нужно внести корректировки, над чем стоит еще поработать, а для молодежи – мотивация для саморазвития. На дискуссии также провели опрос с помощью интерактивного онлайн-сервиса «Ментиметр» и обсудили разработку мер поддержки ребят, которые вернулись с военной службы по призыву. В режиме видеоконференции к разговору о важном подключились федеральные эксперты. Власти способствуют развитию профессионализма молодых специалистов и помогают им. Я считаю, что молодые специалисты это ощущают. Напомним, в Ульяновской области действует закон о статусе молодых специалистов, благодаря которому ребята получают ежемесячную помощь в выплату тысячи рублей. Также у них есть возможность проходить стажировку. Действие закона касается почти двух с половиной тысяч молодых людей, которые трудятся в бюджетных организациях Ульяновской области.